Этот небольшой участок Оренбургской степи, который находится в каких-то 30 километрах от города, уже вошел в историю и уже пролил свет на тайны сарматов. Ведь у кочевников не было письменности, не было и крупных поселений, которые могли бы оставить свой след. Единственный памятник этой цивилизации – могильники, где о целом народе рассказывают мертвые. Здесь их три. Не исключено, что в центре внимания священный ритуальный комплекс. Люди, которые устраивали курган, они выравнивали площадку для того, чтобы сделать на ней захоронение, но яму не копали. И вот на эту площадку ровную они положили 10 человек. То есть там были взрослые, мужчины и женщины и дети. Клали ли они их одновременно или последовательно, пока мы не можем сказать. Помимо останков археологи обнаружили и так называемые сокровища кочевников. Они ждали своего часа больше двух с половиной тысяч лет и дождались. Бронзовый котел цел и небредим, как и жаровня. Большая редкость, кстати. Железное копье вообще в идеальном состоянии. Наконечники стрел острые, как бритва. Но, пожалуй, то, к чему хочется прикоснуться больше всего – жертвенники. Вот этот жертвенник. Посмотрите, какой он интересный, красивый. То, что, во-первых, он на четырех ножках, а чаще всего жертвенники на трех ножках встречаются. А во-вторых, каждая ножка сделана в виде оскаленной пасти волка. В кургане-1 нами был найден вот такой интересный каменный жертвенник. На нем очень-очень редкий орнамент изображен. То есть здесь у него по периметру идут изображения грифонов, а на ножках изображен архар. Здесь же ученые обнаружили останки взнозданных лошадей, в то время погребали так, будто снаряжали в бой, а также женщину явно аристократического происхождения и ее женские штучки. Среди ее украшений были вот эти вот бусы. Также там находился набор швей, две иголки и шила, два железных браслета и железная серьга. Бусинки, кстати, из финикийского стекла и очень напоминают сегодняшний турецкий амулет от сглаза. Только в возраст их вызывает такой трепет, что даже руки дрожат. Вообще зрителям кажется, раскопки сплошная романтика. На деле это математическая точность, максимальная сосредоточенность и буквально ювелирная работа. Мы работаем в основном кисточками, ножами, совочками, пипетками. Бусинки, да, самое тяжелое, потому что во время расчистки они бывают и по 2 миллиметра диаметром, и до сантиметра диаметром. Ну, чем меньше бусинка, тем больше с ней трудностей, потому что они все рассыпаются и их очень сложно собрать. Со всех этих находок они в прямом смысле слова сдувают пылинки времени, рассчитывают, фиксируют, извлекают. Но, конечно, волей-неволей мысленно переносятся туда, к сарматам. Думаем, кто это были, как они жили, любили, о чем они думали, как они вообще сюда попали. И, в принципе, у них интересная история, что через несколько тысяч лет их нашли и думают о них. Здесь и сейчас о них думают больше 30 человек. Это и ученые, и педы, и его студенты. Почти всегда раскопки ведутся на добровольных началах, но даже при таком раскладе очередь за летними приключениями выстраивается еще зимой. Кстати, не стоит думать, что на студентов сваливают только черную работу. До сокровенного их тоже допускают. За три года у меня было очень много всего потрясающего. Первый год моих раскопок – это была собака, которую я копал буквально всю, на протяжении всей экспедиции. На следующий год у меня после этого был ребенок. Здесь у меня, наконец-то, идут нормальные люди, полноценные. Вообще, эти курганы – археологический памятник федерального значения. Об их существовании знали с начала двухтысячных. Чтобы могильники, наконец, поведали все то, о чем так долго молчали, свои усилия объединили не только ученые, но и нефтяники. Они помогли с техникой и фермеры, эти драгоценные квадратные метры, их владения. И даже, вы не поверите, силовики. Докопаться до истины археологам помогают следователи, точнее, их криминалистическое оборудование. Показывает размер, то, что это цветной металл. По сути, общая цель – установить, что случилось здесь больше двух с половиной тысяч лет назад. Следователи шутят. Обычно мы занимаемся тем же самым, только герои происшествий существенно моложе. Здесь они для того, чтобы поделиться опытом и поучиться. Это для нас неоценимый опыт в части технологий и методик, которые ими применяются. Поскольку правильное изъятие костных останков, в том числе по тем уголовным делам, которые относятся к последствиям нашей, и верная их фиксация, она позволяет в последующем изобличить в полном объеме всех тех лиц, которых мы устанавливаем. А уже сейчас сообща удалось установить связь племен, проживавших на нашей территории со Средней Азией и Северным Причерноморием. И это, пожалуй, главное, о чем рассказали курганы. Наши сарматы не изготавливали гончарную керамику, а здесь ее в изобилии. И обнаружение вот этого гончарного среднеазиатского сосуда, обнаружение предметов, которые характерны для территории Северного Причерноморья, на нашей территории все это подтверждает существование торгового пути, который в свое время был описан еще Геродотом. Вообще, сам факт того, что все три курганы дожили до нас абсолютно нетронутыми, здесь называют не иначе, как чудо. Во-первых, странно, что их не разграбили сами сарматы, они такое практиковали. Во-вторых, удивительно, что сюда не добрались черные руки черных копателей. Здесь, если кто-то и орудовал, то это сурки, они повредили примерно одну четвертую часть всех находок. Здесь говорят, это пусть неприятные, но скорее мелочи. История Киселева, Дмитрий Григорьев. Наше время.